Всем привет! С вами Ольга. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня вот эти вот продукты у меня в пустых баночках. Не могу о них молчать, потому что какое-то впечатление, бум, они оставили. Некоторые хорошее, некоторые плохое. Во-первых, у меня пустой лак для волос от L'Oréal Paris. Я его сама не покупала. Его покупал Ахмат, хотя в последнее время он такими средствами для волос не пользуется. Поэтому его допользовала я, причем очень долго, очень большая банка. У него такой классный запах. Я так любила его за его аромат. Я сама это пользуюсь редко, но иногда надо. Штарка Хальт. Крутая вещь. Пожалела, что сама никогда такой раньше не покупала и не пробовала. Очень рекомендую. Дальше у меня сухой шампунь от Isana. Вообще я люблю сухие шампуни. Мне нравится. Это очень экономит время. Это придет уверенности, если куда-то надо пойти. Создает объем. Можно даже на чистые волосы наносить. Для прикорневого объема это все очень классно. Но вот именно вот эти банки, хотя они и все такие, там очень мало продукта внутри. Придраться больше не к чему. Все хорошо, все удобно, все нравится, но очень быстро заканчивается. Это, по-моему, не совсем честно с их стороны. Далее у меня опустила вот такая вот баночка. Я думаю, этот гель для душа вы все знаете. Зачем я его тут оставила такая скукота? Это его запах. У него такой аромат. Видите, тут стоит limited edition. Я думаю, что их не сильно много, но если вам попадется вот именно такой. Тут стоит кашмир, как кашмир шерсть, но нарисованы цветы и запах до того приятный. Я его даже описать не могу, но очень нежный, очень нежный. Я с таким удовольствием его использовала. Я тоже себе еще куплю, если попадется. Ну почему limited edition? Опустила у меня также баночка Гизельцваса. Это тоник для лица. Я ими очень-очень много пользуюсь. Косметику даже просто снять иногда бывает лень, там, намывать все это. И после душа, и вообще крутая вещь. Я пользуюсь вот этим от Шизара. У меня прям много продуктов из этой линии. Покупаю в продуктовом магазине Netto, потому что удобно и близко. Очень нравится, очень рекомендую. Кстати, раньше у меня, когда в другом месте жила, был Пенни ближе всего. Я там часто и такое покупала. И Гизельцваса тоже отличный. Если у кого-то из вас есть опыт использования и таких более бюджетных продуктов из масс-маркет и более элитных, может, каких-то брендовых продуктов, напишите, вы почувствовали разницу или нет? Потому что я вот думаю, переходить, не переходить на что-то более элитное и дорогое. Если разницы нет, то зачем деньги отдавать? А если разница есть, блин, дорогой продукт попробуешь, понравится к такому, потом уже больше не вернешься и экономить не получится. В том же Netto я покупала вот такую маску для волос, Harkor. И думала, что, ну, может, не различаются, может, вот опять удастся сэкономить, потому что не все бюджетные продукты плохие. Очень многие даже, ого! А вот, но это не тот случай, оказалось, вообще она не делает ничего. Она такая по консистенции немножко как паста, как зубная паста, я бы сказала, именно по консистенции, но она для моих волос вообще ничего не сделала. Я ее не использовала, я ее раза три попробовала, чтобы, думала, может, накопительный эффект нет, выбрасываю, как есть, никогда больше такую не куплю. Покупала я зубную пасту для Эммы от Сигнал, Кони, санпаста. Я думала, ей понравится, она в то время очень смотрела этот мультик с удовольствием, и она его даже ни разу не попробовала. Вот не хочу, не буду и все, он мятный, хотя эта паста была не мятная. Но почему она пустая? Я ее использовала. Она мне так понравилась. Она реально вкусная и чистит зубы хорошо. Здесь у меня от одного до шести лет, ну, как бы на Эммин возраст я брала. Но она просто, она голубая, она с белыми прожилками. Сейчас показать не могу, потому что я ее действительно закончила совсем. Вот, и я ее уговаривала, и пыталась, и соблазняла как-то на эту пасту. Она даже попробовать не хотела. У нее есть такая красненькая или розовая фруктовая, вот она ей нравится. Мятой она боится, видать, жвачку мятную когда-то попробовала. Это же так освежает, даже пощипывает. С тех пор она, если что-то мятное, она вообще не хочет. Я не могла ей доказать. Но запах у нее, он такой классный. Он, я не знаю, как грушевые эссенции или жвачек таких сладких из нашего детства. Но мне очень понравилось. Я хотела себе еще купить такую и дальше пользоваться. Но сейчас их нет в продаже там, где я покупала. Так же, как и на маске для волос, хотела я сэкономить на шампуне. Я подумала, окей, для волос у меня такие классные продукты, которые мне хорошо подходят для ухода. Может, шампунь, неважно какой, возьму самый дешманский. Может, пойдет. Но вот этот шампунь мне показался вообще никакой. Вот никакой. И его надо было наносить намного больше, чтобы промыть волосы. И поэтому экономии большой тоже не получилось. В общем, я его даже не допользовала до конца. Там еще чуть-чуть есть. Мне не подошло, поэтому рекомендовать не могу. И последнее, что у меня было в той коробочке, это вот такая вот линия из ДМ. Это болея ДМ. Шампунь, ополаскиватель и немецко называется флегешпрей. Это средство, которое после мытья волос наносишь на влажные волосы и не вымываешь больше. Так они высыхают. В последнее время у меня очень хороший опыт с ними. Но я им показывала другой розовый от Glisskur. А этот я еще до того покупала. Вот вместе с этими у меня. Я уже очень много лет пользуюсь шампунем Pantin Pro V. Была, в принципе, довольна им. И подумала, что, что я, может, я найду бюджетную альтернативу. И поэтому я вот этот вот тоже пробовала болея. Выяснилось, что Pantin Pro V, оказывается, не такой же дорогой в сравнении со всеми другими шампунями. Но таки нашла я чуток подешевле вот эти. Попробовала. Первый раз я подумала, что шампунь вообще не промыла мои волосы. Но волосы это были промытые. Просто эта линия, она предназначена увлажнять. Она для сухих волос. У меня тогда были сухие концы, потому что обесцвеченные были, блондированные. И они, короче, очень от этого сохли. И это средство, это одна только шампунь уже, она настолько увлажняет волосы. Они становятся просто очень эластичные. То есть сухость уходит. Обалденный эффект. Для такой цены все очень-очень классно. Если у вас прям сухие-присухие волосы, поможет. Но, так я его до конца и не допользовала. И, естественно, они хотят, чтобы вы все продукты именно их фирмы использовали. И остальные докупила. А шпюлинг очень-очень классный. Тоже я им до сих пор иногда так время от времени пользуюсь. Я его выбрасывать не буду. Вот. Так какое же было но. Из-за этой увлажненности, что ли, у меня абсолютно пропал прикорневой объем. Он у меня от природы, где-то есть немножко. Или спонтин, провита, в принципе, все. Ничего экстра, такого много не надо. Но это смотрелось так нелепо, когда не было прикорневого объема. А здесь у меня волосы волнистые и объема всегда много. Мне такой эффект не понравился. Я пользовалась несколько раз. И это средство действительно имеет накопительное действие. Все очень классно. Вот если только каждый раз после мытья головы делать либо феном, либо какими-то другими средствами объем. Но я была не согласна. Мне надо, чтобы быстро-быстро и все сидело, все хорошо лежало. Поэтому я решила его оставить и использовать в качестве лечения. Что-то для волос время от времени увлажнять. Когда лечение нужно, а вид не очень важный, что ли, в повседневности. И поэтому я их уже почти допользовала. Мне в этом плане нравится. Один раз в месяц я их использую и нормально. И не могу не отметить, это упаковка. Вот для такой цены, блин, такая элитная классная упаковка. Мне нравится. Если это видео вам понравилось, дайте мне знать. Ставьте лайк обязательно, не забывайте. Вашим комментариям я всегда очень-очень рада. Я делюсь своим опытом, но мне также интересен ваш опыт и ваше мнение к каким-то продуктам. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Если не подписаны, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok